Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Звездные войны. Старая республика. Дополнение рыцарей павшей империи. Глава восьмая. Переводится как... Побег. Сваливаем, мол, отсюда, с этого места. Ну, побег, в общем. Называется она Побег. И, естественно, я, как обычно, все это дело буду переводить, озвучивать. Надеюсь, что вам понравится, друзья. Если понравится, то поддержите данное прохождение пальчиком вверх и поделитесь ссылочкой. Это здоровски поможет прохождению, так сказать, мотивирует на дальнейшее прохождение данной видеоигры. Ну что, не будем все это дело откладывать, и погнали. Посмотрим, что же у нас там дальше будет. Глава восьмая. Побег. Вау! Ты чуть не спалил силовое ядро Криворукий. Вообще-то, капитан Криворукий. Своими кривыми руками ты только вредишь кораблю. Дайте мне полный доступ, и я улучшу текущие параметры Грейвстоуна. Объясни, как ты планируешь тут со всем этим разобраться. Тогда планируешь, как это сделать. Либо, ну, я подумаю над этим, либо сказать абсолютно нет. Да давайте уточним первым ответом. Пусть она объяснит. Не проси нас поверить тебе на слово. Нам нужны подробности. У меня нет времени на технические примеры. Как и у нас. Держи при себе свои блестящие металлические ручки. Для начала сфокусируйся на гипердвигателе. Это приемлемо на данный момент. Заявление. Готовься испариться. Недостаток интеллекта у тебя просто оскорбителен. Давай оставим их. На этом мостике много разных личностей. Я привык к этому. Я так и думала, учитывая твоих предыдущих спутников. Скорпио в прошлом работала с имперской разведкой, но сейчас она действует самостоятельно. Что думаешь? Держи, так сказать. Ну, короче, следи за ней. Либо, я думаю, как бы, она может подслушивать. Все-таки интеллект такой. Либо она должна быть уничтожена. Давайте-ка второй вариант. Мне кажется, тут разговор этот заводить не самый лучший вариант. Возможно, она подслушивает наш разговор. Занятно. Не то, чтобы он был приватный, учитывая, кто у тебя в голове. Есть хорошие новости. Я получила сообщение от моих агентов на корус с антиэдромуткасси. Некоторые структуры правительства обеих сторон хотят обсудить создание альянса, объединить свои силы против Вечного Трона. Хорошо, я как бы рад это слышать. Либо ты должна была сначала со мной посовещаться, спросить меня. Или третий вариант. Нам не нужны эти дураки. Да нет, первый вариант, естественно. Хорошо, рад это слышать. Мы сможем победить Аркана только если будем работать вместе. У нас впереди долгий путь, но они хотя бы разговаривают между собой. Необходимо встретиться. Приходи один. Да он очаровашка. Сенья умеет выбирать. Будь осторожен. Нам нужны отпрыски. Однако фанатики непредсказуемы по своей природе. Ну, я как бы смогу справиться с ним. Либо пофлиртовать. Ты будешь хранить меня. Но этот вариант не канает как бы в этом прохождении. Либо он дурак. Вот вообще третий вариант самый дерзкий всегда. Нет, давайте первый. Я типа с ним справлюсь. После последней встречи, я сомневаюсь, что он захочет реванша. И тем не менее. Один час. Если я не услышу от тебя вестей, то разнесу это светилище на части. Ти-7 сопроводит тебя до укрытия отпрысков. Ти-7 исследует убежище. Так, нормально. Дройд нам дал аптечку. Очень хорошо. Забираем награду. Плюс еще влияние получили на наших компаньонов. Здоровски. А что я получил тут? Ну-ка давайте-ка глянем. А-а-а, какая-то шляпа. Ладненько. Надо поговорить с отпрыском Хескалом. Да тут нынче оживленное движение. А ведь было тихим местом. Нет, не было. Но раньше можно было услышать любую заварушку, когда она наступала. Да, было время. Так. Ладно. Вы что-нибудь скажете? Вот эти-то наверняка сейчас будут говорить нет. Или да. Покупай горячий горок. Три крылышка всего лишь за один кредит, или целых десять крылышек всего лишь за пять. Я возьму десять. А как насчёт двадцати крылышек за двадцать кредитов? Классная сделка. Этот всё ему и продаёт. Красава. Просто молодец. Двигаем дальше. Я нашла немного еды. Поешь. Горок снова. Это лучше, чем голодать, любовь моя. Но это как посмотреть. Мда. Самое что интересное, на месте ничего здесь как бы не стоит. Диалоги развиваются. Это просто замечательно. Мелочь, а приятно, как говорится. Так. Ну вот вроде как бы на месте. Разве нет? О, эти будут говорить. По-любому. Есть корабль, который летит на какую-то планету Донтуин. Никогда не слышал о ней. Говорят, там есть фермы и гигантские насекомые. Ну, тогда посмотрим что-нибудь ещё. Так. Угу. Ага, теперь надо вот сюда попасть. Хорошо. Ну, погнали. Господи, чё там? Ты опять меня лечишь? Ну, спасибо, дроид. Самый мой первый напарник. И, возможно, самый преданный союзник. Прямо как когда-то Реван со своим дроидом. И мы сколько повидали? Мы же, кстати, с ним же первый раз сразили императора. Забавно. Так. Ага. Ну, давайте. Ты хотел встретиться? Я сказал? Я не покидаю закулы, ради кого попало. Считай это честью. Ты следил за мной? Я был приглашён. Хескал организовал всё это. Глупец. Ты лжёшь, он ненавидел тебя. Скажи мне, что ты хочешь. Либо я собираюсь убить тебя. Слушайте, ну он, по-моему, гонит. Потому что Хескал тогда... Хотел, так сказать, это... Отомстить Аркану. Ну, давайте скажем первым вариантом. Ты убивал его людей. Он бы никогда не стал помогать тебе. Он верил, что его судьбой было предать тебя. Отпрыски всегда поклонялись ложному алтарю судьбы. Вот почему я убил их. Я вне пророчества. Я сам творю свою судьбу, принимая тяжёлое решение. Теперь твоя очередь. Ты хочешь заключить сделку? Я не без милосердия. Сдайся. И ты вернёшься в Карабонит, пока я не найду способ освободить тебя от моего отца. А остальные? Лана и Кот? Могут уйти. Без Грейвстоуна, разумеется. Он принадлежит Вечному Трону. Ты же понимаешь это. Бойся, змеи, которая считает себя драконом. Мой сын предаст тебя. Я занятой человек. Не заставляй меня ждать. Солгать, что я сдаюсь. Либо принять, как бы, его условия. Я принимаю твои условия, Аркан. Либо, третье, атаковать Аркана. Слушайте, а вот тут уже такие выборы пошли. И как вы и писали в комментариях, тут придётся, так сказать, реально думать. Конкретно, вот как поступить. Но мне кажется, с ним иметь какую-то сделку крайне опасно. Он действительно может нас предать. Третий вариант, это вообще вариант тёмной стороны. Второй вариант, если я соглашусь, то я предаду все идеалы, ради которого всё это и затевалось. Идеалы лучшего будущего. И я окажусь как слабак. А если я ему солгу так же, как и он, в своё время тоже много чего не договаривал. То, я думаю, может что-нибудь и получится. Давайте солжём, типа я сдаюсь. Первый вариант. Я хочу избежать дальнейшего кровопролития и вернуть себе свободу. Я скажу своим людям отступить. С твоего разрешения. Конечно. Лана, это я. Быстро ты. Аркан здесь. Защищайте корабль. Трать их жизни, если хочешь. Давай. Ну, давай подерёмся. Так. Ой. Ещё один колдун. У него защита обалденная. У него ультимативная защита, пассивный навык. Ты не оставил мне выбора. Его продвинутые навыки и тренировки в силе, как рыцарями, так и отпрысками, даёт ему практически непобедимую защиту. Дройда не трожь. Смотрите, а я его... Ничего себе. Хотя нет, идёт кровушка. Довольно. Сейчас ты падёшь. Это вряд ли. Хорошо, что дроид на себя сконцентрировал его внимание. Чёрт. Ай, бегай давай. Довольно. Сейчас ты падёшь. Не сегодня. Слушайте, а он как дерётся-то, а? Классно. Но не настолько. Да давай, бей меня. Мне как бы по барабану. Ну а! Эй, блестяшка! Сделай нам одолжение и заставь эти пушки стрелять, а? Алгоритмы прицеливания этого судна были несовершенны. Я улучшила их. Это не приоритет в данный момент! Улучшение всегда является приоритетом. Активация огневых систем. Беру свои слова назад. Отлично, стреляешь! Эта штука случая мне на убежище отпрысков падает. Кому-то лучше бы проверить нашего чужеземца. Скажи мне, что ты жив. Ну, на минуту, так сказать, на секунду, либо хватит меня докучать. Первый вариант. Жив? Да. И невредим. Практически. Грейтстол насадили, но мы не уйдем без тебя. Я уже в пути, либо вы там сами себе предоставлены сами по себе. Нет, выбираем первый вариант. Я уже в пути. Держитесь, я иду. Взрыв большой. Ти-7 беспокоится. Грейтстол в опасности. Ти-7 и джедай всех спасут. Давайте сваливаем. А то и вправду что-то жутковато. Куда бежать-то? Ага. Понял. Ух ты. Встречают нас. Но эти ребята, так сказать, нам не ровня. Даже близко. Так. А, пассивки забыл принять. Забыл принять пассивки. И... Так, где... Мельдоникали давай! Иначе не затащим. Во, нормально, всё. Один человек армии. Во, нормально. Главный герой. Такой весь на стероидах прямо. Ну... Ммм... Нет. Нам... Нам сюда. Ничего себе. Как тут всё поменялось-то? Забавны у них эти... Ускорители за спиной. Интересно, броня такая и есть в игре для покупки доступная? Я бы кому-нибудь из компаньонов дал. Хотя нет, у меня и так самое нормальное вроде. Отлично. Всё. Ну как они на куски разлетают? Это же просто прелесть. Опа-на, рыцарь закула. Но светлая сторона преобладает, как бы. Это очень радует. Давайте разберёмся с рыцарем. А, ещё и подмога подлетела. Да что ж такое. Всё. Дроид, как всегда, лечит нас. Это просто замечательно. Молодец. Смышлённый какой, а? Чуджезимец. Взять его живым. Чёрт, а. Час отчеству не легче. Твой карбонитовый гроб ждёт тебя. Да ни за что. Я туда больше не вернусь. Давайте. Классно не копьём дерутся, а обалдеть просто. Всё. Новая нить вплетается в полотно судьбы, как я и предвидел. Значит, Аркан сказал правду. Это ты привёл его сюда. Это было необходимо. Ты всё увидишь. Отпрыски останутся твоими союзниками. Каждый из них вернётся к тебе, когда придёт их время умирать. Твоё предательство стоило жизней. Скажи мне, как спасти их. Либо я планирую убить их. Пусть скажет нам, как спасти. Коль он такой провидец. Не нужно, чтобы ещё отпрыски умирали. Скажи мне, куда они отправились, и я защищу их. Их судьба предрешена. Как и твоя. Я ни о чём не жалею. Я видел будущее. И оно прекрасно. Ого. Раскрой, что... Скажи, что ты увидел. Либо ты потерял рассудок. Или вообще убить его, тёмная страна. Нет, третий вариант мы не выбираем. Второй тоже. Пусть он всё-таки скажет нам. Первый вариант. Если ты знаешь, чем это всё закончится, то скажи мне, пока ещё можешь. Не щадить никого. Ты всегда знаешь, как украсить мой день. Чёрт, а взял, сдох. Ничего не сказал. Ай, провидец. Они звали меня пророком. Помни меня, да? Так. Тебе только на костюма не хватает здесь. О, жители все тут. Надо было лететь на Донтуин. Нам обоим. Есть ещё один корабль, отправляющийся на какую-то планету Хата. Я беру. Чёрт. Уберём их. Отлично. Ах ты, смотрите, не прошла атака. Ну ладно. Зато это пройдёт. Так. Дроид, ну-ка давай-ка мы тебя... Давай-ка мы тебя на дамаг поставим. Вот. Иди разбирайся с ними. Это у нас тоже боец ещё тот. О, красавчик вообще. Ничего себе он. Ничего себе Дроидец вытворяет. Слушайте, этот тостер вообще прямо... Когда надо чудеса может вытворять. Молодец. С таким, так сказать, не страшно идти хоть на двух императоров. Так. Всё. Чё, где? А, он второго уже грохнуть умудрился. Красава. Ой. Что это было? Какие-то странные вещи творятся. Но всё накрывается медным тазом. Как я понял. Спокойно идут. Ни о чём не беспокоиться. Дроиды? Чё с них взять? Скай-десантники. Ладно, хоть не орут за императора. О, и всегда по трое ходят. Так сказать... Три богатыря. Версия 2.0. Во, ещё одни. Ну-ка-сь. Опана. Ага. Ага. Так. Так. У нас проблемы. Только не говори, что с гипердвигателем. Скоро Био починила его, но сила Аркана заблокировали стыковочные зажимы. Мы прикованы. Мы не можем бросить Грейвстоун. Этот флот порвет нас на части. Кот и Эчкейн на пути к мальчате управления, но им нужна помощь. Не волнуйся, Грейвстоун в надежных руках. Отправляйся к нашему капитану, блондиночка. Я имел ввиду мисс Бендика. Я имел ввиду мисс Бендика. Ты не очень хорошо обошелся с моим братом. Теперь мы убьем твоих друзей. Аркан был просто разминкой. Да я тебе нравлюсь. Иди. Это семейное дело. Вейлин. Привет, мама. Мы нужны коту и Эчке. Идем. Ну погнали. Ничего себе она нас, конечно, откинула. Хотя я вроде как бодрячком. Размялся. Плюс под действием... Вот так сказать, некоторых веществ. Укрепляющих в кавычках. Я прям вообще могу хоть армию валить. Голыми руками. О! А вот и разогрев. Ох, какой... Боевой клич какой. Мне вот больше последний понравился. Что это? Уууу. Бластер. Чужеземца причем. Можно будет кому-нибудь дать его. Давай, 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 давай. Лана Бендика. В бой давай. Вот. Ты же у нас... Сид, лорд. Поэтому давай, показывай навыки. Уничтожение всего и вся. Слушайте, этот дроид стоит тут без смены. Вот работяга. Премия года нужно дать. Или тысячелетие. Трудоголик. Давай. Молодец. Какая бы война ни была, он всегда, так сказать, делает дело. Ну-ка, давай-ка, Бендика, посмотрим, из чего ты сделана. Во. Давай. Ну, атаку суперскую свою. Опана. Бендика, ты че? Бендика, вставай. Вы видали, да, как она легла? Ничего себе. Че-то я тебя как только на атаку поставил, так ты про всю защиту забыла. Молодец. Умница. Приятного полета. Ага. Прилетел, а. Ай, рыцари. О, вот эти веселые ребята. Так. Отлично. Давай. Господи. Угу. Ой, господи. Кот, мы на пути к мальчите управления, как вы там? Мы в Скайдесанте по самую шею. Где? Не то, чтобы по шею, но выше ключицы. Заявление. Мы с хозяином Вартеной на подстанции службы безопасности свободной зоны. Так, здорово. Так, господи. Дай мне подобрать лут. Смотрите, она не дает даже подобрать. Так. Ну-ка. Давай-ка. Отлично. А прикольно у них такой серебряный доспех. У представителей мужского пола он такой золотой, а у этих серебряный. Прямо бэтгерлши какие-то. Смотрите, они стреляют в мирных. Вы что, с ума что ли? Вы что творите? Так. Ничего себе, они чуть не убили. Нормально. Фу. Так, сюда. Чуть жители не пришали. Вот дает. Свободная зона эта. Ага. Спасибо. Опять меня лечат. Что-то все меня лечат. Мы должны освободить Грейвстоун. Ага. Согласен. Что я могу сказать по этому поводу? Просто согласен. Так. Ага. О, опять трое. Прямо какие-то эти. А не знаете, кого мне напоминают? Они не этих напоминают. Они все одинаковые. Агентов из Матрицы. Им осталось только говорить это. Мистер Эндерсон. Реально. Еще так идут спокойно. Ладно, хоть не обладают подобной силой. А то было бы крайне худо. О, Бенику уже в руках что-то держит. Только непонятно что. Ну да ладно. Так. Слушайте, а у них что, еще маски на лице? А, нет, мне показалось. Я подумал, что у них маски на лице, а-ля как ниндзя. Забавно, кто-то в доспехах, кто-то в доспехах, кто-то нет. Ну все, уснул. Дроид уснул на работе. Красавец. Ну, тот же самый путь, как и раньше когда-то. Я не могу добраться до своего корабля. Черт возьми, а я хотел попросить тебя меня подвезти. Останемся и сразимся? А я уж думал, ты не спросишь. Думаю, там эти говорят. Давай, давай, ну. Ну ты че? Слушайте, она что-то как-то это, прям так натужилась. Что-то страшное решила сделать. Ну, видимо, даже к лучшему, что до этого не дошло. Продолжай двигаться, я расчищу все позади. О, здорово. Давайте разберемся. Ой, там за нами еще. Со всех сторон прямо лезут, а? А у меня вот эта вот жиржа зеленая, прям как у Росомахи, которую он все колол в последнем фильме, да? Чтобы это, регенерация появилась. И я как бы тоже. Надо, короче, это... Я не то себе кольнул. Черт, тут я смотрю, что-то эффект быстро проходит. Я себя не то кольнул. Вот. Вот это вот мне нужна, так сказать, посерьезнее тема. У-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ладно, пойдем, блин, всех нафиг! Так? У-у-у-у-у-у! Можете не спешить! М-м-м! Давай! В-о-па, и Дали, да? Давай-ка! Ты давать-то, е-мое, подбирай! Чё-то я прямо тут подлагивать все начала! О, Вартена! Давайте, парни, умирать так стоя! Это наша территория, мы не отдадим ее И я пристрелю любого, кто попытается сбежать Смотрите, Итановик здесь Ничего себе Все Так, с Вартеной надо поговорить Аркан заблокировал всю сеть Он контролирует турболифты, противоударные двери, стыковочные зажимы, ну сами знаете Нам нужна главная распределяющая станция Она находится наверху мачты управления Я отправил очки, чтобы он расчистил путь Услуга Я пометил вам путь, мешками с мясом, хозяин Я закрою все двери на мачте управления Больше мешков с мясом Тьфу Подкреплений не смогут попасть внутрь Но кому-то нужно остаться и удерживать эту точку Это моя работа Сеня занята Вэйли на Грейфстоне Теперь все на тебе, Скоттам Вэйли на корабле? Моя команда Но нужно сфокусироваться на нашей миссии Либо ты можешь идти к ним, если хочешь Можно мне и мне как бы самому попробовать Либо солгать с твоими людьми все в порядке Лгать не будем Да давайте скажем еще пусть идет Я-то сам смогу В принципе-то Я могу добраться до распределяющей станции в одиночку, если нужно Все зависит от освобождения Грейфстоуна Она права Погнали Так Взять шаттл Ну давайте возьмем Ну Так Да господи Все Так, рыцаря надо убрать Ничего себе урон наношу Слушайте, я походу реально прям Меня конкретно вставило, я вам скажу Прямо ух, как вставило Сама можно сойти Опаньки Ой-ой-ой Кот, надеюсь у тебя ракетница припасена В кармане Давай разберемся Ой-ой-ой, смотрите Навелись ты как Ааа Картонный Ничего себе Рухнул Прямо-таки Молодец Так Шаттл Ну давайте Прямо-таки Император Волкориан Разговаривает с тобой, да? У него есть какой-нибудь совет? Он хранит молчание Вероятно у него многое на уме Император великий человек Если кто-то и может помочь тебе убить Аркана Так это он Ааа Мне не нужна его помощь Твой герой Так сказать Как бы монстр Всего лишь Либо солгать Мы как бы работаем над планом Лгать я не буду Так сказать Своему другу Но и сильно ломать его стереотипы Тоже Потому что Я думаю Рано или поздно Он сам увидит Кто на самом деле Такой император Уж мы-то знаем Кто он такой Поэтому Давайте просто скажем Мне не нужна его помощь Его сила дорого стоит Я не хочу быть у него в долгу Долги можно оплатить Делай то, что лучше для галактики Напоминание Грейвстоун все еще в осаде Ты свободна от контроля отца Ты не обязана служить Аркану Ты можешь остановить эту безумную войну Мы не пошли за тобой, когда ты бросила отца Почему мы должны слушать тебя сейчас? Главное Распределяющая станция Прямо по курсу Что бы ни случилось Я хочу, чтобы ты знал Это честь сражаться рядом с тобой Держись ближе Мы команда Либо пофлиртовать польщон Так, это значит Я средний палец просто привязываю К указательному Либо безымянному Чтобы не дай бог Не нажать на второй пункт Либо Не подведи меня Я думаю Давайте первый вариант Держись ближе Мы команда Следуй за мной И я помогу тебе остаться в живых Ты украл мой боевой клич Давай найдем этого дроида Так, здорово Прибыли на место назначения А этот дроид уже прямо тут Как тут Куда ни суньте Он везде просто И повсюду Здоровски Ну ладно, друзья Давайте, думаю Здесь мы закончим И продолжим проходить эту главу Уже в следующей серии Надеюсь, вам понравилась Данная серия С переводом и озвучкой Если понравилась То можете поставить пальчик вверх Поделиться ссылочкой И написать свое мнение О данном прохождении В комментариях под видео С вами, как всегда Был Андрей Доцент Всего хорошего вам Крепкого здоровья Приятного настроения И да пребудет с вами сила Всем пока